Деревянные киты 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 Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры сделал DimaTorzok 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 Тебя не касается со стороны DimaTorzok 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 АПЛОДИСМЕНТЫ 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 Спасибо. 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 Очень красиво было. Очень красиво. Браво. Виктор Скорбенко! Последняя песня, котенок. Субтитры создавал DimaTorzok Я потрёпанный, жалкий котёнок Мой писк так беспомощно тонок Теперь я расту без отца И детский кошмар наяву Сквозь лето, валярные ночи И время течёт, между прочим Я папу во сне обниму Мы долго не будем прощаться Ведь я не хочу просыпаться Субтитры создавал DimaTorzok 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 Спасибо Классные гости Так что заходите, читайте и смотрите наше интервью Ну, ребят, очень классный лайв Я, честно говоря, не была на подобных концертах Ещё у меня мой первый раз Спасибо Ну, деревянные киты Только не этот вопрос, пожалуйста Я могу сама на него ответить сначала Потом спросить у вас Я просто ехала сегодня И сама думала вообще, что я на этот счёт думаю И у меня первая ассоциация пришла со смертью Мне так страшно стало Думаю, деревянный кит, он же как бы Он же утонет Да нет, он же никто не тонет Деревянный утонет Но оно потом, когда промокает, оно всё-таки тонет Дерево, которое где-то там под водой лежит долго Морёное, вот морёное, но становится ещё ценнее И по качествам По качествам И, в общем, да, морёное дерево Морёные киты, в скобках Когда мы собрали группу Концерт предстоял нам И нужно было название И мы быстренько так, чик-чик Ну, киты, хорошее слово Вот Какие-то, ну, деревянные, окей Ну, отсылок Несколько можно найти Группа Дубовый Гай Да, Свет Ну, там, деревянные киты Почему нет? В общем-то, чёткого объяснения Не существует на этот вопрос Прижилось Да, прижилось В целом, поначалу Киты были все на импровизации То есть у нас много было песен Которые мы Не имели концовок То есть мы просто, типа О, вот здесь дальше мы импровизируем И исполняли их на концертах Да, и мы так и исполняли их, да Вот, и в целом всё ушло Обычно ребята играют музыку Я подключаюсь И придумываю мелодию и вокал Вот, сейчас мы как-то Ну, что-то поменялось Потому что джемы уже Не так заходят Как будто бы Прикольнее бывает приходить Уже с каким-то демками И уже мы развиваем эту демку Вот, ну и, наверное, мне так как-то легче Потому что я прихожу с какой-то уже Идеей песни Скорее драматургической Вот, и мы её, типа, раскручиваем Ну, тексты пишу я Потому что я пишу мелодию И для меня, в принципе, важно Что вот мой такой, скажем, жёсткий Вот этот вот рамкий, жёсткий Оплот моей мелодии и текста Типа я никого туда не пускаю Вот, а что делается дальше Типа с музыкой Это уже, типа, я полагаюсь на ребят И сейчас у нас такой состав Что, как мне кажется, всё идёт довольно легко И, ну, если так можно сказать Профессионально, это круто Я лично верю в ту историю Что нам всегда близко то творчество Которое перекликается с нашей жизнью То есть вот мы читаем какую-то книгу И если мы встречаем там мысли Которые нас посещают Если там какие-то ситуации С которыми мы сталкивались Эта книга запомнится нам И мы, как бы, переживём заново свою жизнь И с помощью автора Сможем ещё раз Порефлексировать и поразмышлять На тему того, что произошло в твоей жизни И что больше всего мне нравится В нашем коллективе, который сейчас собрался Что, несмотря на то, что Света задаёт Основной тон нашей музыки Каждый из нас Из остальных музыкантов Помимо Светы Обладает свободой выразить свои эмоции То есть вот Света, она что-то поёт Для неё это история про смерть папы Я, допустим, слышу какие-то свои эмоции Я слышу какие-то свои истории И я стараюсь их очень нежно и гармонично Вписать в Светину историю Таким образом, чтобы не было Какого-то жёсткого диссонанса Но при этом музыка Она обрастала той самой индивидуальностью Которую... Вот почему все любят там группы Которые именно группы Типа там Бойс Бэнд Грубо говоря, да? Когда там... Ой, там Фредди Меркури Там у них У них там этот самый... Я уже все имена забыл, короче Да, вот этот самый Ну, там те же самые... Если там группу Queen, например, рассматривать Да, там каждый человек Индивидуально, если он что-то привносил в музыку Там не было такого, что Фредди Меркури Говорит, барбанчику ты играешь Там вот это, басиста, вот это И всё, короче, я пишу музыку И мне кажется, что самое искреннее творчество И больше всего люди любят Когда вот именно группа Уникальных личностей собирается вместе И они не мешают друг другу А они сотрудничают И именно тогда рождается что-то В двойне, в тройне, там в четыре раза В пять раз более уникальнее, чем Это пишет один человек То есть история получается более многогранной И получается, что большее количество людей Может для себя что-то найти в этой музыке У нас музыка, которая тебя, мне кажется Ну, располагает тебя на сочувствии Именно на сопереживание О чем поется Поэтому люди, как бы это такие люди есть Которые приходят Да, там они где-то потусят, побесятся Но, типа, то, что я вижу обычно со сцены Это ребята, там, кричащие тексты Поющие тексты, плачущие Типа, причем часто плачут и девочки И мальчики, типа, и это прикольно То есть, ну, как бы, это то, почему мне хочется продолжать делать Типа, потому что люди... Мне часто пишут после концертов про то, что, там, не знаю Я сходил на твой концерт, и мне стало полегче Потому что у меня, там, тоже, там, вчера умер, там, дедушка И я, вот, типа, решил сходить на твой концерт И почувствовать себя чуть лучше И это, типа, очень... Для меня это важно очень Потому что получается, что, как бы... Это как терапевтический разговор с другом То есть, люди приходят ко мне на концерт И они вместе со мной, с нами попоют Там, побесятся, поплачут И, типа, валидировали свои эмоции, вот Говорят, что нынешний Далай-Лама, он последний Что больше Далай-Ламы не будет Ну, вот, случилась такая ситуация Что ты просыпаешься, к тебе приходят и говорят Что, вот, Далай-Лама выбрал тебя Всё, ты следующий Далай-Лама И у тебя, вот, первое твое, так сказать, объявление Которое услышат миллионы людей И поверят тебе И как-то реально глубоко в это вот погрузятся Что бы ты хотела сказать всем этим людям? Мойте руки и соблюдайте гигиену головы Аминь Спасибо, что были с нами Подписывайтесь на наш канал Ставьте лайки И поддерживайте нас по ссылочке в описании Всем пока, до следующих выпусков